Всем привет! Вы на канале Таре Оля Нарев. Меня зовут Альберт. Сегодня для вас мы сделаем большой обзор пляжей Бета и Криница. Начнем мы с Криницы, так как он находится ближе к Геленджику в 42 километрах. До Бета придется проехать еще 5 километров. А мы начинаем. Начну с того, что селение Криница входит в Геленджикский район и проживает в нем всего ничего около 500 человек. Доехать до Криницы можно на автобусе маршрута 109 без пересадок. Рельеф местности в селении горно-холмистый. Средние высоты составляют около 200 метров. В Кринице протекает река Пшада, которая в этом году благодаря дождю сильно развелась, подарив детям интересную забаву – катание в горной речке. А взрослым квест – как перебраться на другой берег. А я вам так скажу – вода в реке Пшада ну очень бодрящая. Попасть на пляж можно в районе и ресторана Вилальджа. Он расположен на левом берегу реки Пшада. Правда, мы этот маршрут не изучали, а оставили свой автомобиль на большой парковке возле санатория. Это первый въезд с дороги после поворота трассы М4 Дом. Там еще расположена линадельная. Как вы можете видеть, парковка забита под завязку. Ну что, давайте прогуляемся вдоль пляжа. Его здесь можно условно разделить на две части по реке Пшада. Посмотрим сначала то, что находится с правой стороны от реки. С этой стороны расположен общественный пляж. Оборудованный деревянными дорожками. Есть крытые зоны для шезлонгов. Вот их стоимость. Заход в воду вот такая, наверное, средняя галька. Но она очень близка к мелке. Вода в море чистая. Много людей загорает просто на полотенце, под своими зонтами. Места здесь достаточно для всех. Пляж очень широкий. За общественным пляжем увидел совершенно пустой пляж. Очень удивился, как такое может быть. А он оказался принадлежит детскому оздоровительному лагерю. А у детей, видимо, был тихий час, поэтому никого не было. Ладно, пойдемте в сторону реки. А вот такой здесь образовался полудикий пляж. Никакой инфраструктуры на нем нет. Вот мы и оказались у реки. Возле нее можно взять прокат сапы. Стоимость 400 рублей. И прокатиться не только на море, но и по речке. Для начинающих это неплохой вариант. Также рядом с рекой находится ресторан Веладжо. Теперь осмотримся с другой стороны реки Пшада. Вообще, стоит отметить длину общей береговой линии в Клинице. Она составляет около 1 километра. Очень даже неплохо. Так вот, что вас ждет здесь? А тут, в принципе, аналогичные предыдущим пляжам. Есть как зоны, оборудованные шезлонгами, навесами, душевыми и переодевалками. Так и полностью не оборудованные участки пляжа. Что еще можно отметить? Это набережная, по которой можно, в принципе, комфортно прогуляться. И вдоль нее даже скамейки есть. А в конце набережной вас ждут различные закусочные. Их тут много. Сейчас вам покажу цены некоторых из них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы же перекусили в кафешке, которая, если я не ошибаюсь, называется Пили-Ели. Предлагаю напоследок сходить к морю. Но перед этим расскажу вам о ценах на проживание в Клинице. Взял для примера начало сентября. Цена за одни сутки. И получилось только 4 свободных варианта. Как видите, цена колеблется от 1 900 и до 8 000 рублей за сутки. Вот так. И что еще хотелось бы добавить? А то, что Клинице совсем не изменилось с прошлого года. Как, например, в Пасковеевке. Если интересно, то на канале есть видео с обзором этого курорта. Ну а мы переместились в Бета. Бета – это небольшой хутор в Геленджикском районе, расположенный всего в 5 километрах южнее Клиницы. В Бете проживают около 1000 человек. И она намного больше, чем Клиница, по численности жителей и по площади. А значит, как я полагаю, она более благоустроена как курорт. Оставить свой автомобиль рядом с пляжем у вас вряд ли получится. Мы, например, припарковались недалеко от реки Бета, где нашли последнее парковочное место. И нам сразу бросилась в глаза большая недостроенная парковка на какое-то огромное количество мест. Даже не представляю, что она когда-нибудь заполнится. Рядом с парковкой строят гостиницу. Возможно, это совместный проект. На пляж можно пройти двумя параллельными дорогами. Одна через гостиницу, а вторая через торговые ряды. На обоих путях вы сможете столкнуться с представителями торговли и общепита хутора Бета. Пляж в хуторе небольшой и расположен, можно сказать, в уютной бухте по ее центру. По бокам уже находятся не оборудованные шезлонгами и другими элементами комфорта пляжа, где отдыхает также много людей. А, про центральную часть я вообще молчу, там яблоку негде упасть. Да вы и сами видите, как здесь тесно. Пляж здесь по составу гальки такой же, как и в Кренице. Давайте подойдем к морю и осмотрим воду на ее прозрачность и чистоту. Ну вот, как вы сами можете видеть, вода достаточно чистая и довольно-таки прозрачная. Еще, что бы я отметил как плюс. Это небольшой променад перед пляжем. На нем расположено несколько заведений и общепита. Работает столовая дружба. По-моему, в прошлом году она называлась СССР, если я, конечно, не ошибаюсь. Цены в ней вполне умеренные. Есть также, конечно, кафешки и на пляже. А еще с обоих сторон пляжа предлагают прокат САП по 400 рублей за один час. Ну, я, конечно, не буду упоминать про такие развлечения, как катание на банане, сейчас называется дракоша, и таблетках. Предлагаю сходить в ту сторону и посмотреть, какие условия для отдыха там имеются. Вот, кстати, обратил внимание на такое предупреждение. Будьте внимательны. Ну вот, так здесь. Как-то не очень, по-моему. Немного грязновато. Видимо, после последнего шторма еще не навели порядок. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что здесь не всегда так. Ну, а если идти дальше, здесь уже, сами видите, много мокрых камней, тины и еще грязные. Цены на жилье в Бете такие же, как и в Кренице. И вариантов не очень много. Ну, чуть дальше сделана бетонная дорога, которая идет в сторону санатория. Вход на территорию которого ограничен. И мы дальше не пойдем. А вот такие виды открываются отсюда на бухту. А я делаю вывод, что Бета с прошлого года совсем не изменилась. Инфраструктура та же и отдыхающих очень много. Ну вот, мы вам показали два относительно одинаковых курорта. Рассказали о них как можно более объективно. Ну, а какой вам по душе выбирать уже вам? Подписывайтесь на наш канал, оцените это видео. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok